Библейский портал экзегет.ру представляет Освящена Евхаристия, это, наверное, очень известная глава, потому что в ней наиболее полно и подробно во всем Новом Завете рассказывается о ранней христианской Евхаристии, о Тайной Вечере в Евангелии, о Евхаристии уже после Вознесения Христа, именно в предыдущей 11 главе. А в XIX он переходит к еще одной теме, тесно связанной с этим. Ведь это все духовная жизнь. Вот там он раньше говорил про пищу, про отношения мужчины и женщины, но это такая социальная и физическая жизнь, телесная. А вот тут духовная, все-таки Евхаристия уже, не просто как жениться и как там, что на обед есть. Что касается духовного, не стану, братья, оставлять вас в неведении. Вы помните, что еще когда были язычниками, вас словно бы что-то влекло к безглазым идолам. Хочу, чтобы вы знали, никто, говоря в Божьем Духе, не станет произносить анафему Иисусу, и никто не сможет назвать Господом Иисуса, кроме как Духом Святым. Вот важнейший принцип. Вы были язычниками, вас что-то тянуло к этим идолам, вы приносили им жертвы, и теперь вас к другому тянет. И вот как понять, где духовное от Бога, а где духовное от духов злобы поднебесной, как это будет названо в другом месте. Вот простейшее развлечение. Называет он Иисуса Господом, исповедует его как Сына Божьего или нет. И это простейший, но в то же время достаточный критерий. И дальше, ну вот, мы разделили вот в таком первом самом приближении, что от Бога, что нет, но дальше мы понимаем, что от Бога очень разное бывает тоже. Не все одинаково. Церковь не казарма, люди не оловянные солдатики, чтобы выглядеть одинаково, и чтобы их куда-то вот такими толпами перемещать. Дух один и тот же. А дарования его бывают различны, как и Господь один и тот же, а служения ему различны. Действуя по-разному, все это совершает во всех людях один и тот же Бог. И в каждом даровании Дух проявляется по-своему ради общей пользы. Помните этот образ церкви как тело, у которого много разных частей и органов. Там руки, ноги, внутренние органы. И понятно, что ради пользы телу нужно, чтобы все они работали, и ни один из них сам по себе жить не будет, только когда они вместе. Вот действие духов такое же точно, оно разнообразное. И он, еще раз говорю, не казарма, он нечто, приходящее от Бога. Одному дается слово мудрость, а другому слово познание от того же духа. Иному вера в том же духе, а кому-то даровано тем же духом способность исцелять. Видите, и действия, и такие вещи, как вера и познание. Вот так, если не у всех крепкая вера, он говорил же немощная вера и крепкая вера, но зато у кого-то может вера немощная, а исцелять он способен. То есть, вот как и в жизни, там один танцует, другой поет, третий на иностранных языках говорит, а четвертый, допустим, там очень хорошо умеет игрушки вырезать и с детьми играть. Да, ну вот, казалось бы, совершенно разные вещи. Кому-то способность творить чудеса, кому-то пророчествовать, кому-то различать духов, важно, он только что говорил, как это различается. Кому-то говорит на иных языках. Об этом он очень подробно дальше будет говорить об иных языках, но, видимо, это не иностранные языки, а что-то другое, особенное, к чему он еще вернется. Кому-то истолковывать эти языки. Мне, как филологу, конечно, хочется, чтобы умение говорить на иных языках и истолковывать было в самом начале этого списка, но оно в самом конце. И мы сейчас еще скажем о том, почему. Все это совершает тот же единый дух, наделяя каждого особым даром по своему выбору. То есть, вот, понятно, да, как. Павел – певец свободы. Павел – певец христианской свободы внутри христианского единства. Он не выстраивает всех и говорит «ты это, ты это, ты это». Он говорит «у каждого свое дарование от Бога». Но важно, чтобы оно раскрывалось в гармонии, в гармонии с остальными дарованиями. И вновь этот образ тела. Тело у человека одно, но состоит из многих частей. И хотя этих частей много, они составляют единое тело. Так и с телом Христовым, ну, то есть в церкви. Но все были крещены единым духом и стали единым телом. Будь то иудеи или эллины, рабы или свободные, все мы напоены единым духом. И в этом теле не одна часть, но много. Если вдруг нога скажет «раз я не рука, то не имею отношения к телу», что она из-за этого перестанет быть частью тела? Если вдруг ухо скажет «раз я не глаз, то не имею отношения к телу», что оно из-за этого перестанет быть частью тела? Если бы все тело было глазом, как бы оно слышало? А если бы все было слухом, как бы оно обоняло? Так что Бог расположил все части в теле, каждую из них как пожелал. А если бы все части были одинаковы, как бы получилось тело? Так что частей много, а тело одно. Глаз не вправе сказать руке «ты мне не нужна» или «голова ногам, вы мне не нужны». Вот даже комментировать нечего. Вот принцип вообще устройства человеческого общества. Все разные. И кто-то на кого-то смотрит высока, но это бессмысленно. И если кого-то выбросить, отсечь, то тело будет больным, уродливым. Совсем напротив, именно те части тела, которые кажутся немощными, и есть самые необходимые. И о тех частях тела, которые кажутся неприличными, мы больше всего заботимся. Неприглядные мы прикрываем с особым старанием. Ну, понятно, он имеет в виду какие-то интимные части тела, которые действительно нежные, которые прикрывают, о которых заботятся. И вот в обществе всегда ли так? Вот если кто-то выглядит каким-то таким некрасивым, скандальным немножко, да, то, наверное, его не всегда прикрывают о нем заботиться, а часто хотят прогнать. Но это то же самое, что отрезать у себя те части тела, которые там человека скрывают обычно от посторонних взоров. А благовидные части нашего тела в том не нуждаются. Ну, вот руки, лицо мы не прячем, даже на морозе, кстати. Вот, ну, когда сели мороз, перчатки надеваем, а лицо заматываем шарфом. Ну, так лицо и руки последнее, что мы закрываем. И отсюда очень важный принцип. Вот тот, кто считает себя выше, благороднее, честнее, как бы там, умнее, богаче, о нем меньше заботы. Он берет на себя больше. Руки, такие самые-самые открытые части тела, они же и трудятся больше всего. И дальше он еще раз эту мысль проясняет. Бог так соразмерно устроил тело, чтобы наибольшая забота доставалась тем, кто в ней нуждается. Чтобы не было в теле разделений, на его части одинаково заботились друг о друге. Если страдает одна часть тела, с ней страдают и остальные. А если прославляется одна часть, с ней радуются и остальные. Ну, страдает, понятно, это болеет. А что значит прославляется? Ну, допустим, там бегун выиграл забег, значит, у него ноги быстрые. Но не ноги венчают венком, а голову, то есть всего человека. Вы – тело Христова, каждый из вас – его часть. И Бог поставил в церкви разных людей. Во-первых, апостолов, во-вторых, пророков, третьих – учителей. Отдельный чин учителя, смотрите. Затем чудотворцев – тоже отдельный чин. Затем тех, кому даровано исцелять. Кто помогает нуждающимся. Благотворительная, социальная работа. Кто управляет делами. Администрация. Кто говорит на иных языках. Ну, только вот эти языки поставлены опять на последнее место. Мне, как филологу, обидно. А перед нами филологами-администраторы. Те, кто управляет делами. Вот очень часто в любой структуре, в том числе и в церковной, администраторы становятся как бы самыми главными. Но ведь они просто распределяют эти обязанности, ресурсы, руководят процессами. Но важнее те, кто делает. Работник важнее того, кто обеспечивает работу. Поэтому на первом месте апостол, потом пророк, затем учитель. Очень важно, что это не слепое исполнение приказов. Но учитель – тот, кто именно дает знания, кто передает опыт и так далее. Только потом уже чудотворцы. А вот что про языки, что про языки. Но подождем. Надо сначала 13 главу прочитать. Иначе непонятно будет. А 13-е – мое самое любимое. Наверное, во всем Новом Завете. Так вот, кто говорит на иных языках? Разве все апостолы, все пророки, все учители, все чудотворцы, разве всем даровано исцелять? Все говорят на иных языках? Или все способны истолковывать сказанное? Еще раз он говорит об истолковании сказанного. То есть у них был какой-то дар у коринфян. Для них очень важно говорить на особых языках. И это еще нуждалось в истолковании. То есть это не speak English. Так что, в общем, все понимают. Там кто-то хуже, но понимают все. А это какие-то особые языки, никому толком не понятные. И вот на них люди говорят. Может быть, это дар Пятидесятницы, который описан в книге Деяний, когда апостолы заговорили и были поняты людьми, собравшимися с самых разных концов Римской империи, для того, чтобы встретить праздник в Иерусалиме. И вот проповедь прозвучала для них на их родном языке. Мы не знаем, как это произошло. То ли апостолы заговорили на всех языках мира, но их много, больше, чем апостолов. То ли действием Святого Духа произошло понимание. Апостолы говорили на одном, а каждый слышал как бы на своем или даже поверх языка. То есть смысл как-то они понимали сразу, не зная там точно грамматических форм. Не знаю. Это трудно сказать. Но вот, очевидно, в Каринфе очень было популярно это умение говорить на языке, на котором никто не говорит. До сих пор популярно, скажем, у Пятидесятников такое умение. И вот Павел подбирается к этой теме. Стремитесь получить наибольшее дарование. А наибольшие как раз не языки. Языки у него все время в самом последнем стоят в ряду. А теперь я покажу вам, какой путь наилучший. И это будет уже в 13 главе, но мы ее, конечно, тоже прочитаем. Продолжение следует...